как вы видите по экранчику у нас с вами лэйр сфер снова слэйр фирс не та которую мы уже проходили а белл цель называется наследство инхарелэйшнс инхаритайнс ну как то так ладно поехали новая игра дал за нас рассказывает про дочку уже художника я не знаю только в доме которая все происходит в этом либо не в нем узнаем и посмотрим в детстве я часто лежала поздно ночью в своей постели уставившись потолок и слушая крик отца он кричал на мать кричал из-за очередного неудавшегося шедевра под конец он просто кричал в темноту этот крик стал моей колыбельной и даже когда меня забрали оттуда крики не утихали однажды мне сказали что безумие у моей семьи в крови пора положить этому конец то есть мы вернулись в дом уже этой девчонкой но ясно нажмите f чтобы включить фонарик у нас фонарик есть это хоррор хорошо в чем давайте вспомним первую часть ну блин она все равно недавно для вас закончилась и сразу началось делается для меня давно закончилась художник вернулся чтобы дописать картину в в сгоревшем доме в конце концов он сам себя же испалил в этом доме и все такое как я понял мы играем за дочку которая так давайте немножечко яркости добавлю не против ну типа а вот окна освещает хотя бы что нибудь да я не знаю почему где фпс весь так это кухня мы там и помним так это часы ну послушайте графика мне кажется немножко улучшилась не всегда было письмо которое не могу прочесть а любимая я все думаю о том что произошло я все пытаюсь понять моя дорогая помоги мне я ничего не помню зачем ты это сделала не жале ты решила что и иного способа нет ответь мне черт возьми через служил это и дело все что мог ты это знаешь и дал тебе все ты эгоистичная сука почему ты так поступил со мной нами а то есть мать их не ушла так вопрос куда мне вообще идти потому что проходов как я вижу нас дохерей 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 многое так обычно идешь куда хочешь а то есть девочка была среди этих как в ловушке да я вас слышу я иду мелкие мохнатые ублюдки на этот раз вам не уйти что черт возьми ты тут делаешь убирайся так интересно здесь тоже будет эта визитка скрыс прокрыс а ну-ка натюрморт вот этот натюрморт это крысы а этот натюрморт гавайи зачем дождаться преисподней ты заслужишь ее прямо сейчас я уже говорил закрывайте я не знаю просто куда на самом деле мне лучше идти пойди по краске но хотя краска здесь везде стоп так это все таки было а а тогда была картина нормально то есть сейчас сломатая и тогда все фрукты попадали то есть чему сейчас на самом деле верить были ты переживания главного героя либо нет блин как черт возьми ты здесь оказался вали отсюда пока я не нашел способ оставить тебя здесь навсегда только не горит что он все таки оставил пса навсегда лол подожди но это я помню место почему здесь ему ровно он спалил пса я вот просто думаю как вариант нам пойди туда надо хотя с другой стороны фиг его знает уважаемый мистер и миссис керстейн я вновь обращаюсь к вам с просьбой вернуть мне мою дочь верните мне ее верните мне ее верните 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 с уважением я просто с какой-то степенью не пойму нет там было не так может быть я говорил тебе не совать сюда свой нос а а а а а а а а а если я была инвалидом она дала все дочке да или что то туда пока какие будут попасть не могу никак но слушайте добавить добавили фонарик то есть они сделали немного чтобы было страшно Страшно. Я вот просто думаю, ну зайду я сюда. А вдруг мне сюда не надо? Либо я сейчас начну просто игру уже с её страхами. Да что с ним не так? Я понял. До свидания. Пойдёмте сюда. Интересно, давно ли сюда проникал дневной свет? Пожалуйста, сделайте так, чтобы у меня голова не началась. Я просто сейчас заново начну, просто. А, то есть у меня есть два варианта. Краски, либо карандаши. Ну всё, что нарисовал, было карандашей. Что ты делаешь? Положи на место. Ты уже не маленькая для таких глупостей. Маляй, что мне в натуре делать? Наконец-то, ты готова принять настоящее искусство? Нет, а если я просто уйду отсюда? Думаю, лучше не уходить, лучше вернуться к тропинке. Ну если короче что, я в последней серии могу сделать то, что мы потеряли, либо не усмотрели. Шла как-то раз через лес девочка в шапочке красной. Вдруг из кустов ей навстречу выскочил некто ужасный. С налитыми кровью глазами, с зубами нострыми щёлкал. И всё же не дрогнула девочка при виде серого волка. Смотри, дорогая, сказал твой волк, выходя на дорогу. Ты в сказку попала, а в ней глаза обмануть тебя могут. Молчи, старый глупый волчище, сказала девчонка беспечно. Кроме тебя в этих краях, мне явно бояться нечего. Любую проблему решу волшебными я мелками. Деревья сделаю жёлтыми и переверну вверх ногами. Траву превращу в конфеты, красным сделаю небосвод. Я могу сделать всё, что в голову мне взбредёт. Однако её умения на волка не произвели впечатления. Да, ты можешь делать всё, что захочешь, но прошу тебя, действуй с умом. Ведь мы несём ответственность за всё, что создаём. Ты злобен и завистлив, сказала крошка волку. Хочу я развлекаться, а от лекций мало толку. Хочу, чтобы с неба упал камень размером с комету. И тебя, пустомеля, превратил в отбивную котлету. Умоляю, не надо, завыл серый волк, тоскливо. Мысли масштабно, дитя, работай на перспективу. Но было поздно, предупреждение запоздало. Огромное тело небесное прямо на волка упало. Понятно. Это камень, да, вот, который упал? Ну, я взял кисточку, значит, я должен покрасить. Но я не буду красить, потому что я хочу посмотреть. Типа мне предлагают, да, разукрасить. Но я хочу ещё посмотреть, что тут есть. Творческие способности не игрушка. Хочешь загубить их так же, как все эти пустоголовые недоросли? Уходим. Карандашики. Пока что используем только карандашики. Опа, это что за следы? Я тебя предупреждал. Я не позволю тебе тратить время на эту бесполезную почкотню. Это для твоего же блага. О, стоя. Теперь три дороги. Воу! Теперь я понял, что опасен был тот змей, который меня сразу же съел. Ну, домик на дереве. Делать нечего. Не, оно и взаимодействует. Пойдём по... Дорога путаная. Эта дорога состоит из... Животачащих трупов. Что? Что произошло? Там змей. Там рисунок. Рисунок. Пойдём по мёртвой опасной дороге. Дайди сюда, чтобы получить меч. Я всё равно уже забыл. Путь. Ну, я пойду туда, куда мы ещё не ходим. А, вот он. Это что? Отсылочка на эскалибр? Меч и камни. Только так. Больше никак. Туда ходили? Значит, пойдём под этим точком. По мрачной лесной дорожке. Следующая история. Добралась до развилки. Девочка в шапочке красной. Встала и задумалась. Куда идти? Неясно. Вдруг волк из леса выскочил. Девицу напугал. Не бойся. Не кусаюсь я. Он девочке сказал. На одной из этих тропинок Тебя опасность ждёт. Вторая же благополучно До дома доведёт. Красная шапочка выбрала Знакомый путь прямой. По кукурузному полю, Где листья покрыты росой. Но тёмным стало поле. Вокруг сгустился ужас. Она ждала рассвета, Но стала только хуже. А издали доносится Зловещий волчий вой. Будь я тобою, детка, Я б выбрал путь другой. А если бы ты знала, Как сплетаются тени свет, На холсте у художника Сама бы нашла ответ. Бежала красная шапочка Так долго, как только могла. Свои длинные волосы Она под капор убрала. Но вскоре устали ножки. Бежать надоело ей. По тёмной кривой дорожке Пошла она меж тюня. Прикольно. Короче, лес сгорел, Как я понял. Давайте же по дорожке С вами вернемся назад. Либо пойдём, Куда они следуют нам. Нам нужно, по сути, Зайти найти тут где-то меч. Либо кистью нарисовать. Всё, что здесь есть. О, новая тропинка. Хотя мы тут были. Сюда только мы с вами ещё не ходили. Это я всё понял. А где мой рисунок? Что происходит? Не пойму я. А, меня обратно, Телепорту... Терапорту и терап... Терапоп... Короче, нужно идти по деревью. Не выходя с пути. Ути, ути, ути. Ути. Налево закрыто. Направо... Картинки. Ну где я найду этот меч? Не знаю, не знаю. Ответил латин. Он уже рядом, бегу я к картинке. Это защитный мой щит. От мурзилки. Пойдёмте сюда. Сюда я уже шёл. Куда я тогда, значит, пришёл? К опалиным деревьям я тогда пришёл. Ну я же ещё потом другой путь нашёл. Какой и куда? Я уже вот не вспомню. Цветочек. А, могилка, я понял. Уи! Там тупик. Я ничего не понял. Ни единого слова. Я не буду использовать. Ладно, пойдём мы по крошкам. Но я вижу картинку. Что дальше? Либо мне обязательно нужно красить. Может, я карандаш тут найду? Но мне нужен меч. Чтобы в конце изобразить... И одолеть... Змея. Можем, как Варик, запомнить... Блин, что, мне лучше тогда дорогу запомнить, куда идти? Можно попытаться. А-а-а-а! Фонарь мне показывает, где змей. Я понял. А свет покажет путь. Куда я приду, всё-таки на еду. яблоки здесь что у нас ведь и сюда приходил и ничего не взял а теперь я зашел дом а что я тут вижу а что я тут вижу а я вижу окей кто-то еще идет куда ты палишь куда ты палишь сейчас он убежит и мне на лицо прыгнет а он дерево срубают убей его яблоком но еще карандаш нашел короче наш выбор карандаш держимся при своем используем карандаш и если тут есть концовка столом это мне на зло делаешь туда ваша карандаш они этому учил цветы наши видите по протыкивали а это птичка про протыки ну что думаешь мне это нравится думаешь я делаю это назло впредь все делай правильно чтобы мне не пришлось переделывать так но только меч у нас остался достать и стоит из камня и все а подожди дорог поменялось покажи мне но еще лишь то вот там было написано вам пойдемте по этим следам здоровым сюда ладно он уехал быстро бежим на другую сторону бежим мы бежим по следам волчим фу еба так свет горит сюда ну вот надеюсь ты довольно прекрати ныть продолжим завтра и лучше бы тебе на этот раз делать все как следует оглядываясь назад я понимаю что отцу вряд ли был нужен ребенок неудивительно что мне никогда не позволяли почувствовать себя ребенком нет прежде всего отцу нужен был прием человек который продолжит его дело все остальное было для него они все-таки угадал кто нужно было идти что это почему розовый так ладненько он эту картинку забрал красная краска но все стало более детализированно мне кажется ладненько давайте тогда я думаю на этом с вами закончим сейчас после следующей серии мы пойдем уже на второй этаж поэтому всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал комментируйте всем удачи и всем пока пока